Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Вопрос интересный, достаточно показательный, вот, и содержит в себе несколько важных моментов, не касающихся собственной проблемы. Тут эти моменты представлены достаточно ярко, и, конечно же, представляют собой, точнее, образуют собой несколько неприятную для человека, задающего вопрос, картинку. Но в то же время, такова реальность. И если человек, который задаёт вопрос, или кто-либо ещё, увидит или заметит за собой подобное проявление, при этом, зная, что ему действительно нужна помощь, и зная, что самостоятельно он не справится, эти моменты могли бы послужить дополнительным, таким, стимулом для изменений. И дополнительным аргументом в пользу того, что как-то человек самостоятельно не справляется. Итак, нужен психолог, который помог бы с ощущением ненужности и неверности каждого действия слова, тотального раздражения на саму себя, неспособности движения к целям, обесценивания этих целей в результате этого. Очень важно, чтобы отозлался правильный психолог, потому что неискренность или поиск выгоды, я сразу почувствовал, легче будет, если знаете векторную психологию. Спасибо. Вот такой у нас вопрос. Ну что ж, давайте начнём по порядку. Благо, он небольшой, поэтому можно, в принципе, здесь по порядку пройтись. В первую очередь, постановка вопроса. Как-то предполагать, что есть правильный и неправильный психолог. Момент в том, что профессионализм и компетентность специалиста определяется не тем, кто знает то или иное направление, а тем, кто достаточно серьёзно подходит к своей работе. Тот, кто достаточно серьёзно подходит к своей работе, как минимум, вкладывает какие-то ресурсы в своё обучение, в своё развитие. И человек, который серьёзно подходит к своей работе, ценит её. Ценит своё время. Поэтому, говоря о том, что вам нужен вот психолог, который помог бы там с кем-то, с кем-то, с кем-то, вы как бы говорите, что вот вы откликнетесь, я буду выбирать. Ну, отклик и непосредственно психотерапия – вещи разные. И как бы вы думаете, что по ответам, по откликам сможете увидеть нужного вам специалиста? Нет. Не сможете. То есть, здесь присутствует, вот, знаете, некоторая избирательность. При этом избирательность здесь присутствует в пассивной форме. То есть, сама я выбирать не буду. Сама я смотреть, как работают люди, какие отзывы у людей, да, не буду. Смотреть, в моём случае, слушать ответы, я не буду. Ну, вы откликаетесь. Понимаете, да? То есть, здесь, как бы, уже присутствует такая вот, такой вот перенос ответственности. Нет, безусловно, ничего плохого в том, чтобы понаблюдать и изучить специалистов, нет. Делать это нужно самостоятельно, благо информация, в общем-то, достаточно хорошо представлена. Дальше. Чувство ненуденности и неверности каждого действия и слова. Здесь, сразу, два момента. Первый момент. Заключается, конечно же, в том, что, вы ориентированы на внешний мир. То есть, нужно кому-то, а не меня. И второе, это, пожалуй, то, что изначально вы себя, вот, ну, скажем так, ну, не любите, как будто бы не цените, да, то есть, нет ощущения собственной ценности. То есть, такие чувства, они, как бы, вот, ну, они отсутствуют, они отсутствуют, такие чувства. И в этом смысле, эти чувства необходимо культивировать. Давай? То есть, их необходимо культивировать, и их необходимо взращивать в себе, эти чувства. С ними необходимо сталкиваться. Для вас это не характерно. И, скорее всего, не свойственно. То есть, тут вот есть такой момент, я не буду на него заострять внимание, но и полностью игнорировать его, что уже не получится, это момент культуры. Если мы говорим о том, что человек определенной культурой, определенной традицией, то, и условия для формирования, вот, того, что мы могли бы назвать собственной ценностью, да, условия для этого тоже разные. Это необходимо понимать. Это необходимо учитывать, что условия могут быть разными. Для кого-то это свойственно, для, ну, для чьей-то культуры это свойственно. И, где-то в глубине души есть, эм, такое понимание, обрадно говоря, такое понимание, такое, эм, некое чувство, что, ну, да, у меня этого нет, но это у меня должно быть по ряду причин. Эм, ну, так вышло, так вышло, что у меня этого нет. Бывает, да? Ну, по-разному складывается семья, по-разному складываются обстоятельства, по-разному складываются, э, какие-то жизненные аспекты, то есть тут могут быть, может быть всяко. Но в некоторых культурах это чувство, чувство собственной ценности не только отсутствует, оно там, э, как бы так сказать, не приветствуется. Не потому что это что-то плохое, не нужно думать, что это что-то плохое, нет. Просто, э, э, такая культура. И необходимо это учитывать, необходимо иметь, иметь это в виду, необходимо знать, что, э, такое существует. Не важно, как мы к этому относимся, мы никак, мы никак к этому не относимся на самом, на самом деле. Мы, скорее, просто работаем, э, с тем, что, э, с тем, что есть. Мы работаем с тем, что у нас, как бы, находится непосредственно, э, в поле нашего зрения, и с тем, мы работаем непосредственно, э, с чем мы непосредственно взаимодействуем. Вот, то есть, здесь, повторюсь, имеет место быть элемент, именно элемент, так, э, элемент такого аспекта. Ощущение собственной ненужности связано с этим. Дальше, значит, э, ненужности и неверности, э, действия слова, да, то есть, это, как бы, вот, попытка понравиться кому-то. Топальное раздражение на самом себе, внутренний, внутренний конфликт, связанный с тем, какой я должна быть и какой я быть хочу. Неспособность к движениям к цели, к цели. Это про перфекционизм. Дело в том, что человек, существо хитрое, и наличие перфекционизма с сознанием достаточно, э, ну, достаточно хорошо, достаточно чётко обнаруживается, и человек, как может, себя от этого защищает. Как он себя от этого защищает? Он защищает от себя, он защищает себя от этого тем, что в общем и, в общем и целом ничего не делает. То есть, э, когда я не движусь к целям и обесцениваю их, я это делаю не просто так. я это делаю не, э, я это делаю не случайно. Я это делаю потому, что мне так выгодно. Вот такое, таково сознание человека, ничего не делать, оно без выгода. Забавно, да, как тема выгодной здесь перекликается с тем, что говорит нам автор. Автор нам говорит о том, что выгода им сразу почувствуется. Но, как мы видим, вообще-то у того, что происходит, выгода тоже есть. Потому что по-другому сознание человека просто не работает. Очень важно, чтобы остался правильный психолог, потому что не искренность или поиск в игре, я сразу почувствовал. Но, наверное, здесь имеет место быть, как бы, речь о том, что на человеке могут хотеть заработать. Если это так, то получается, что наш клиент имел негативный опыт работы с психологом, который хотел на нём заработать. Если так, то, конечно, очень жаль. Если так, то, конечно, очень жаль, что вам встретился такой специалист. Но, что касается неискренности, здесь довольно интересный момент. Дело в том, что ваш текст написан достаточно сухо. И чувств, как таковых, он не вызывает. То есть, для того, чтобы к вам возникла, например, эмпатия, да, Ну, на мой взгляд, нужно было написать текст несколько более живой. Казалось бы, проблема серьёзная, а текст написан достаточно кратко. Из чего создаётся впечатление. Я уверен, что впечатление ложно, но такое впечатление создаётся. Что автору вопроса не очень-то сильно нужно то, о чём она говорит. То есть, как будто бы автор вопроса сам не вкладывается в то, что пишет. А ведь текст, текст, написание текста, один из самых, ну, не побоюсь этого слова, простых способов. Это один из самых простых способов сделать первый шаг, первый шаг в сторону терапии. Что касается выгоды, то если мы не говорим здесь о том, что на авторе вопросов хотели заработать, если мы говорим здесь только о выгоде в чистом виде, то здесь, конечно, ситуация несколько деликатна. Дело в том, что получается так, как будто бы, что автор вопроса ставит изначально себя по отношению к психологу в невыгодное положение. Ведь у автора вопроса есть выгода. Ну, теоретически она хочет изменить свою жизнь. В этом её выгода. И, исходя из этого, вполне логично, что и у специалиста тоже должна быть выгода. Если специалисту невыгодно работать с клиентом, согласитесь, мотивация будет так себе. Психолог не благотворитель. И, как бы, выгода должна быть. Да, она не на первом месте. Она не на первом месте выгода. Это правда. Но всё же, выгода – это нормально. И здесь я вижу некоторую, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но здесь я вижу некоторую проблему автора вопроса, который пытается откреститься, так скажем, от выгоды своей. Отрицаю выгоду других, не принимая её. Идеализируя в какой-то степени, возможно, как человеческие отношения. Идеализируя в какой-то степени, возможно, себя или других людей. То есть идёт поиск некого такого, я бы сказал, возможно, идеального, ну, идеального в данном случае специалиста, а идеальных людей нет. Идеальных людей не существует. Дальше. Автор вопроса говорит о том, что хорошо, если знаете векторную психологию. Здесь, конечно, очень печальный, очень грустный момент, связанный с тем, что человек, которому нужна помощь, обращается к врачу и говорит, «Делайте мне вот именно такую операцию, именно такую и именно на этом месте, потому что я решила, что мне так лучше будет». Ну, извините. Это решаете не вы. Необходимо, чтобы вы доверились специалисту, раз уж вы обращаетесь к нам. А то получается странно, что вы, не имея, ну, по факту, не имея возможности, да, решить свою проблему, говорите, что её можно решить с помощью векторной психологии. Это странно. Это как будто бы свидетельствует о том, что вы заранее уже говорите, что, ну, я вот могу помочь себе только таким способом, только через векторную психологию. Здесь налицо, на мой взгляд, налицо рационализация. Я такого встречал не раз. Когда вроде бы человек обращается и говорит, «А, извините, вы каким методом владеете? Вы какой психолог?» Ну, во-первых, в профиле всё написано. Во-вторых, название вам ничего не скажет. В-третьих, как бы, пытаясь здесь контролировать, а это про контроль. Ну, в общем-то, вы настолько, насколько можете, отдаляетесь, скажем так, от самой себя, от своей природы, которую вы потеряли. То есть, иными словами, продолжаете ту же самую модель поведения, которая вас привела, собственно говоря, к нам. Вот такой, получается, парадок. Ну, вот, и скажите, вы хотите меняться? Если вы хотите меняться, то меняться нужно уже прямо сейчас. Это значит, что привычные вам подходы к принятию решения, раз, к выбору, два, к требованиям к себе и к другим людям, в три, необходимо менять. Только так можно рассчитывать на то, что ситуация изменится. Что происходит сейчас? Вы говорите, меня что-то не устраивает, но идёте привычным для себя путём. Поймите правильно, я вас ни в коем случае не обвиняю. Я указываю вам на те деструктивные аспекты, которые я освещал. И если вы готовы на это посмотреть как бы со стороны, и готовы признать, что это вам вредит, вы уже сейчас сможете меняться. Представьте себе, даже без помощи. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи обращать. Продолжение следует... Продолжение следует...